Привет! Ну вот скажите, вам нравился Мерседес ГЛК? Да, то есть ГЛЦ только предыдущей модели, потому что буквенное название этого автомобиля изменилось. Теперь ГЛ означает внедорожник, а вот эта вот третья буква означает тот класс, на котором машина построена. ГЛЦ это кроссовер на базе Сэшки. Ну а если быть до конца точными, есть такая модульная мерседесовская платформа, называется МРА. Так вот, зад этого автомобиля модульный от Сэшки, а передняя часть и силовая структура кузова, она уже от новой генерации мерседесов. Предыдущий ГЛК мне не нравился категорически. Вот эта вот квадратная форма для меня была просто неприемлема. Хотя я вам могу сказать, что я скорее в своем мнении оригинальна, потому что ГЛК прекрасно, прекрасно продавался. Он был лидером в своем классе среди премиальных кроссоверов по продажам. Сейчас же мерседес это, ну как говорят, колбаса разной длины. Три кроссовера, очень похожие друг на друга, и седаны тоже очень похожие друг на друга. Я не вижу в этом проблемы, я вижу скорее плюс. Эти машины похожи друг на друга, и, например, издалека можно ехать на Ешечке, которая чем-то похожа на большой красивый С-класс. Девушки, не сведущие, могут и перепутать. Внешне машина увеличилась. На самом деле она действительно увеличилась и в размерах, она стала больше. И если мы можем сравнивать поколение автомобилей, то эта машина не просто стала больше, чем ГЛК. Она стала приблизительно в размер с предыдущим Эмэлем, то есть с более старшим поколением. И стал побольше багажник, то есть сейчас он, посмотрите, он вполне нормальный, вместительный, в него много что можно положить. Ну, естественно, в жертву было принесено запасное колесо. Вот здесь вот все, слушайте, кто-то добрый сложил внутрь машины, Тарас, это, наверное, ты был, да? Когда снимал статику внутри, сложил вот сюда, вот под подпол все мои разные пожитки. Здесь, видите, никакой запаски, то есть теперь колеса чиним только с ремкомплектом. Зато есть очень удобный подпол с формовкой, можно сюда много всего разложить. Я, как уже говорила, предпочитаю автомобили с полноценным Килл С Гоу, а кнопка автоматического закрывания багажника, она всегда идет в базе, за нее доплачивать не нужно. Колеса 17-е, это штатные колеса, штатная размерность, я имею в виду. Сейчас, естественно, у меня машина переобута на зиму. Я не стала брать 19-е резину, я не вижу в ней никакого смысла, я не гонщик, мне не важна вот эта вот управляемость. А я не хочу более жесткую машину, я не хочу переплачивать за более дорогую резину. Сейчас у меня зима Пирелли, идеальные колеса, шипованная резина, ну, пожалуй, наверное, лучше по тому, как я чувствую машину зимой, у меня колеса не было никогда. Визуально про колбасу разной длины больше не вижу смысла что-либо рассказывать. Основные прелести у этой машины внутри. Поедем, посмотрим на них. Сегодня мы не просто едем для того, чтобы ехать и снимать те замечательные, умнейшие вещи, которые я вам рассказываю, а для того, чтобы, к сожалению, погасить чек у этого автомобиля. То есть мы едем к дилеру, чтобы разобраться, почему же у нового дизельного Мерседеса с пробегом 80 километров загорелся чек-энжин. История, конечно, печальная. Меня она очень расстраивает, потому что чек загорался уже дважды. Вначале еще на том топливе, которое залил мне сам салон, а потом загорелся чек повторно. Уже на том топливе, которое заправила я. Заправлялась я в Москве на очень хорошей заправке, поэтому я не думаю, что причина в качестве топлива. А пока я расскажу вам про этот автомобиль, точнее, про его интерьер. Ибо, на мой взгляд, именно интерьер является замечательной частью в данном автомобиле. Все остальное, ну, про внешность я вам уже рассказала, что я об этом думаю. Про ездовые характеристики тоже чуть позже пару слов. Но сначала интерьер здесь от Сэшки. Я так понимаю, что сейчас задача производителя, а именно Мерседес, сделать так, чтобы, садясь в их автомобиль, первое, что чувствовал владелец, это шик, блеск, красота. Но не цыганщина. Красота очень интеллигентная. Посмотрите, какие панели. Посмотрите, какое качество материалов. Я даже при огромном желании прикопаться к этому всему просто не могу. Ни к чему. Эргономика. Все чудесно, прекрасно. Климат великолепно. Все рассчитано до мельчайших деталей. И главное, что красота и исполнение этого всего действительно на высоте. Если раньше прошлый ГЛК, на мой взгляд, был просто страхом и ужасом в этом отношении, то здесь производитель произвел, производитель произвел, да, производитель сделал работу над ошибками. И невозможно вообще никак придраться к интерьеру этого автомобиля. Тем более, что когда машина базовая, интерьер просто добротно, качественно, немецки хороший. Но есть возможность всегда докупить дорогой пакет, что в этой машине и было сделано. Поэтому здесь коричневый салон, который не входит в базу. Здесь коричневая отделка кожей и прострочка. И также коричневая роль. У меня раньше, достаточно давно, была машина Infinity EX. EX, ЕХ ее зовут еще некоторые. Эту машину я горячо любила. Так вот, у нее в базе был вот тот коричневый салон. Он был просто великолепен. Здесь в базе белый салон. Красивых слов нет, но для России, на мой взгляд, совершенно неподходящий. И черный весьма унылый. Я видела у соседа, у моего такая машина с черным салоном. Ни о чем. Здесь нет команда. Так как команда очень дорогой, но он дает лишь одну важную и хорошую опцию. Это камера заднего вида. Вот в этой машине камеры заднего вида нет. Именно по той причине, что она является частью большой, дорогущей системы. Зато здесь есть полноценная Kill is Go, система без ключевого доступа и старта, которой в базе тоже нет. Я не вижу смысла в кастрированном Kill is Go. По той причине, что либо ты достаешь ключ, либо ты его не достаешь. Вот для меня Kill is Go это когда ты ключ не достаешь. Ну, в одном из предыдущих выпусков рассказывал Андрей Кондрашов, парень, который занимается безопасностью автомобилей, о том, что он эту функцию называет подарок для угонщика. К сожалению, да, это так. Но я, например, для себя машины без Kill is Go вообще не рассматриваю, потому что мою сумку просто надо видеть. Это не то, чтобы я неаккуратная, просто то количество различных инструментов, инструментариев, съемочного оборудования, GoPro, селфи-палка, провода, которые там есть, это все просто непостижимо уму. И каждый раз копаться в этом в поисках ключа я не хочу. Мне очень удобна эта система, и я надеюсь, что у меня эту машину не собрут, потому что я для этого максимально все делаю. И не скажу вам, делаю я что. Все без исключения ГЛЦ полноприводные в России. Я, кстати, не знаю, есть ли монопривод где-то за рубежом в Европе, но у нас все ГЛЦ полноприводные. Вот эта машина с самым младшим дизельным мотором. Это 220D. Мотор здесь 2,1 дизель, 170 лошадиных сил. Дизельные машины базовые стоили немного подороже, чем машины бензиновые. Но тяговое усилие у этого автомобиля гораздо более приятное. И для эксплуатации в городе я считаю, что несмотря на то, что даже пробеги маленькие, нужно покупать дизель, потому что младшего бензинки здесь не хватает. 9-ступенчатая у нас коробка передач. Нормальный обычный 9G-троник автомат. Называется. Вот мы приехали в дилерский центр. Сейчас будем разбираться, что там с нашим чеком. А еще, конечно, прикольно. Я когда спрашиваю, слушайте, а какой дорожный просвет-то? Мне говорят. Но вы знаете, Мерседес, он не дает вот таких вот прям официальных данных, какой у автомобиля дорожный просвет. Это кроссовер. Дорожный просвет здесь достаточный. Достаточный. На самом же деле, по сравнению с предыдущим ГЛК, ГЛЦ по дорожному просвету немножко проиграл. У него, видите, вот это, я пытаюсь на заднюю передачу включить. Вот здесь вот, конечно же, селектор. О чем я постоянно забываю, так как все время езжу на разных машинах. В общем, этот достаточный дорожный просвет, это порядка 18 сантиметров. У предыдущего автомобиля, у ГЛК, это достаточно составляло порядка 20 сантиметров. То есть машина немного присела. Но есть пакет оффроуд. И с пакетом оффроуд этот автомобиль едет чуть более жестко. Здравствуйте, на сервис я записана. Пожалуйста. Спасибо. Чуть более жестко, что для меня было абсолютно неприемлемо. Мне нравится идеальнейший ход и идеальнейшие настройки подвески этого автомобиля. Идеальнейшие для не гонщика. О каких гонках мы говорим, если у машины 170 лошадиных сил. Никаких. Их тут нет и быть не может. Зато машина хоть чуть-чуть и присела, салон стал намного больше. То есть пространства больше. И если вот здесь вот всякую халабуду отсюда убрать, закрываешь, и вот она красота, просто красота красотенская. Это дерево, оно не просто в разводах, оно не просто визуально красивое, оно еще и фактурное. То есть вот это вот все дело даже чувствуется на ощупь. Но я вам могу сказать, что не одним мерседесом сыт будешь. И буквально вчера снимала я пассат, а у пассата не рояльный лак, как раньше, а тоже великолепное дерево. Великолепное. Там, правда, было лакированное, но я не знаю, может быть, там тоже здесь есть вариант лакированного дерева, может быть, там тоже есть вариант матового дерева. И непривычно еще то, что дворники-то у нас вот здесь вот, вот на этом селекторе. А я все время дергаю в процессе езды селектор КПП. Это, конечно, ну я надеюсь, что я когда-нибудь отвыкну, может быть, но что-то не похоже пока. Потому что я постоянно езжу на разных машинах, и вот из моей памяти только у мерседеса вот здесь вот именно вот эта вот ручка является селектором КПП. Вот она абсолютно похожа на то, чем мы обычные дворники включаем. И вот здесь вот эта вот многофункциональная ручка, на ней и задний дворник, и дворники передние, и омыватели стекла, ну короче, и поворотник-то он тоже на ней. Короче, приходится привыкать к тому, что вот здесь вот дворники. Вот это, пожалуй, единственное неудобство. Дальше однажды было такое, что совсем недавно, что я пришла, и машина не видит ключа. И делаем мы вот что. Немножко ломаем мерседес, и вот сюда вот ставится ключ. То есть здесь есть разъем под личинку. Кстати, что касается предыдущей модели, то есть ГЛК. Та машина, я помню, что когда она была у меня в тесте, кстати, ручник электронный, стартуешь, ну, когда начинаешь двигаться, он сам отключается. Руль, руль прекрасный, сейчас я вернусь к безопасности. Руль великолепный, электропривод руля, электромеханический привод руля, здесь очень хорош с собой. Есть три режима движения. Есть режим, ну, есть комфорт, вот я езжу в комфорте, есть спорт, спорт плюс, есть индивиджуал. Ну, есть еще эко, это я так догадываюсь, что такое, но никогда я этим не пользовалась. Индивиджуал, это если вам какой-то, вот ни один режим, вот так вот прям до конца не подходит. Вы можете настроить свои личные, персональные настройки, а именно настроить руль одним образом, коробку другим образом, подвеску третьим образом, так, чтобы вот именно вам все подходило. У меня нет такой проблемы. Я всегда езжу в комфорте на всех машинах. У меня редко бывает настроение быть вот такой вот спортивной, и также я не очень притязательна, то есть я не могу заморочиться заморочиться и сидеть, настраивать себе этот индивидуальный режим. Нафиг мне это надо вообще. Я этого не делаю никогда. И вот, например, в режиме спорт руль зажимается, ну, стандартно все происходит, руль зажимается и выдает очень даже приятное усилие на руле. А в комфортном режиме руль, ну, он ровно такой, чтобы устраивать девочку, владелицу этого автомобиля, чтобы она не задумывалась, не подлавливала машину. Ведь, ну, давайте взглянем правде в глаза. Большинство владельцев этого автомобиля это девочки богатых мальчиков. Либо, если это Москва, это девочки селф-мейды, которые сами себе там заработали. Прошу после слова заработали не применять слово на букву Н и заканчивающиеся на букву А, которое в большинстве случаев к девушкам селф-мейд не имеет никакого отношения. И возвращаясь к безопасности. Прошлый автомобиль ГЛК меня удивил тем, что, вне зависимости от того, что это Мерседес, он не был лидером в классе по безопасности. В этот раз Мерседес заморочился. И я думаю, что таких показателей по безопасности какой-то и машины в классе ну, либо будут такие же, либо будут хуже. Потому что здесь, вот один из самых важных моментов был для меня, здесь по... Извините, упал микрофон. Здесь по активной безопасности, с точки зрения активной безопасности, сделано, ну, практически все, что есть в современных автомобилях. Что же касается оснащения, у меня нет никаких активных, пассивных круизов и так далее. Потому что, ну, у меня не совсем базовая машина, но и неполная. У меня нету... У меня есть из допов, лишь, как я уже сказала, красивый салон, килл из гоу, и все. Все остальное базовое. Потому что... Ну, потому что мне не надо. И, кстати, разом отвечая на все вопросы, а каким образом вообще Мерседес попал в мои лапки, скидку сделали. Очень большую. Эта машина досталась мне очень-очень недорого по сравнению с тем, сколько она стоит сейчас на рынке. Но так просто намекну вам, что разница была в миллион. Вот, собственно, и считайте, для меня это большие деньги. Вот, чуть не забыла, в прошлых видео, Тарас, что ж ты мне не напомнил, нужно было точно сказать, как же меня выбесила вот эта реакция реально людей, которые то ли не смотрят, то ли не слушают. Помните видео про Land Rover? Там я начинаю видос с того, что я говорю, там с кем-то мы очень активно и эмоционально разговариваем, и я говорю о том, что не надо рассказывать людям про машины за полтора-два миллиона. У людей в большинстве своем нет на это денег, потому что смотрит вся Россия, а не только Москва. И начали писать в комментариях всякую лабуду по поводу того, что а у меня машина за 100, а у меня машина за 200, зачем ты говоришь, что машина за 600-800 это дерьмо? Ребята, вы чего? Выпуск был про Land Rover. Land Rover за 600-800 это дерьмо. И не надо уговаривать себя в другом. Это именно оно. Никто не говорит, у вас что за 100-200 тысяч? Land Rover что ли? Зачем говорить и писать глупости? Не то, чтобы я там особо активно реагирую на какие-то комментарии, но в данном случае столько много людей начали писать эту ереси, главное повторять друг за другом. Выпуск был про Land Rover и только про Land Rover. Машина, которая стоит 5 миллионов, не может за 600-800 тысяч быть нормальной. И никто не говорит ни про какие Deunexi. И последние несколько недель я ездила на Skoda Octavia за 400 тысяч рублей и не жужжала. Поэтому не надо гнать волну по поводу того, что я считаю всех людей, которые ездят на машинах за менее 600-800 тысяч рублей дерьмом. Это все полная ерунда, не надо провокаций. Знаете, когда у меня первый раз загорелся чек в этой машине, ей было буквально три дня. И я тут же записала на свой второй канал видео о том, как я расстроена и как мне плохо и как стали хреново делать современные автомобили. Сейчас я вам могу так сказать. Если хочешь провести просто совершенно офигенский вечер или там два-три часа в своем дне спокойно, в прекрасном диване, с прекрасным кофе или чаем, бесплатным, естественно, сломай что-нибудь в своем Мерседесе. Можно поехать к официальному дилеру, сесть там. Ну, и, конечно, если машина на гарантии, иначе сломать будет дорого, ребята, потому что одна только диагностика по чеку была четыре с лишним тысячи рублей. Я, естественно, ничего не платила, потому что машина гарантийная. Прекрасно провела время, записала там видео, поработала немножко, прекрасный быстрый интернет, попила кофе, потом попила чаю, съела пироженку. В общем, не могу вам сказать, что я расстроена этим днем. Ну, а если серьезно, оказалось, что у меня в машине бракованный датчик дифференциального давления, он отвечает за заполняемость сажимого фильтра, поэтому дает электронике сигнал о том, чтобы загорелась лампа чек-энжен. Она загорается. Датчик заказали, приеду менять его через, может быть, неделю, а может быть и две. Все люди там, естественно, совершенно прекрасные, невероятные, добрые, замечательные и так далее. Ну, просто потому, что это Мерседес. А концовку этого видео я запишу через пару недель, когда мы будем менять датчик. За это время я еще пару недель поезжу на этой машине, посравниваю ее с другими тестовыми и вообще, в принципе, почувствую ее, наверное, получше. И вот тогда расскажу вам еще немного своих дополнительных мыслей по этому поводу. А пока все промежуточное и те ТТХ, которые я считаю вообще важными и нужными, я вам рассказала. Так что, до встречи на замене этого датчика. Прошел еще один день. Недавно господа из компании Уралсип предложили мне установить одно приложение под названием Автопортрет. Решила просто попробовать. Как только в перископе об этом сказала, мне сразу стали люди писать там же «Зачем ты хлебушек у Сережи Стилавина отнимаешь?» «Да не отнимаю я у него хлебушек! Мы делим одну и ту же вкусную корочку!» Итак, ребята, в общем, на моем экране вот оно бежит это приложение, я его установила и на самом деле стала с ним играть, потому что оно такое, как игра, оно затягивает. Суть приложения в том, что вы, знаете, вот есть некоторые устройства, которые устанавливаете в машину, и после этого, они, кстати, платные, эти устройства, и после этого вы можете определенным образом это устройство, как бы это сказать, оно отслеживает стиль вашего вождения и в зависимости от того, насколько вы безопасно водите и от того, какие данные зафиксировало по вашему вождению это устройство, вы потом можете претендовать на какие-то скидки на каско. Так вот, это приложение, которое доступно в Apple Store, доступно в Google... Это приложение, которое доступно в Apple Store, доступно в Google, и его можно скачать как для iOS, так и для Android, вот, и бесплатно совершенно себе установить. Ну и помимо того, что оно, я вам покажу потом попозже, как я с ним играю, что оно такое немножко смешное, веселое, так скажем, а не смешное, оно получается вот именно вот этим полезно. как сейчас можно не страховаться, я просто не понимаю. Я не понимаю, потому что совсем недавно, например, выхожу, а у моей совершенно новой машины на бампере и на решетке радиатора царапина. И понимаете, что... А второго участника как бы нет, он скрылся. И понимаете, что для нового Мерседеса решетка, бампер, губа нижняя, это, я не знаю, 100 тысяч рублей или больше, может быть. Ну и вот, соответственно, каска в данном случае спасает. Поэтому, как не страховаться, имея достаточно дорогой автомобиль или даже среднедорогой, я не понимаю. Другой вопрос, тарифы на каска. Поэтому вот это приложение, оно помогает экономить, причем, в случае, если вы хорошо ездите, оно помогает экономить очень значительно. В общем, как я уже сказала, бесплатное приложение, которое вы устанавливаете себе, качая его из Apple Store или из Google Play, и потом страховая компания анализирует персональные особенности вашего вождения, исходя из этого, можно получить нормальную скидку на каска. В этой истории меня очень радует то, что не нужно никакое непонятное устройство покупать, устанавливать себе под капот и потом думать, как это работает. Здесь все очень легко. Я скачала это приложение моментально, хотя долго от этого отникивалась. Но посмотрела, что раз уж стиларин скачал, значит, я тоже могу. Как я уже сказала, придумала это приложение Ural-C. Скачиваете, устанавливаете, 30 дней с ним ездите, нужно проездить за это время не менее 500 километров, после чего вы получаете свою персональную скидку, которая действует в течение годика. Покупаешь полис, продолжаешь пользоваться приложением, страховая видит, что ты не лихачишь, ездишь хорошо, прилично, и дают тебе еще до 25% кэшбэка на полис на следующий год. Или в два раза сокращают второй платеж, если полис был куплен в рассрочку. Ну, то есть, получается, если скоринговые модели, которая заложена в основу приложения, нравится, как вы водите, то есть вы водите безаварийно, все хорошо, вы такой замечательный участник движения, то можно вполне рассчитывать на то, что вы придете покупать полис и уже получите сразу 12% скидки. А для меня самое прикольное во всей этой истории то, что не нужно никуда идти, не нужно тратить время, не нужно ничего покупать. Открыл Apple Store, в моем случае Apple Store, либо там, может быть, Google Play, скачал, и дальше ты смотришь и играешься с этим приложением. Хочешь, используешь. Не хочешь, оно совершенно бесплатное. В остальном же много батареи оно не тратит. Активируется само собой. То есть я приезжаю, я думала изначально, когда его скачала, что нужно каждый раз его запускать. Запускала, в итоге забыла, потом приезжаю, он мне вдруг на экране моего телефона, оно мне пишет, ваша поездка синхронизирована. Я сначала не поняла вообще о чем ты, дружок. Оказывается, оно как-то само там включается, все считает, синхронизирует и так далее. А сейчас я вам покажу. Кстати, совсем чуть не забыла, ссылка на скачивание внизу в описании. Повторюсь, оно совершенно бесплатное. Все как вы любите. А сейчас я вам покажу, припаркуюсь, сейчас покажу вам те забавные моменты, которые меня в этом приложении очень порадовали. Так, вот оно у меня установилось, этот автопортрет. смотрите, ну вот я ехала, да, расстояние 2,1 я проехала, время в пути было 22 минуты. Сейчас посмотрим мои результаты, вот, что прикольно. За, у меня за несколько дней был пробег 156 километров, ну, то есть, достаточно много. Нужно 500, я уже, видите, за два дня 156 проехала из них. я на 1391 месте, что звучит для меня, конечно, не очень, так откровенно говоря. И дальше тут идут вот такие вот забавные вещички, о которых я вам говорила. Собери костюм гонщика. Видите, у меня уже есть за два дня, у меня уже есть курточка, штанишки и сапожки. Я сначала думала, ммм, круто, костюм гонщика я собираю, когда я получила ботиночки, я так радовалась. Потом читаю наверху и получи 30% скидки на страхование от несчастного случая. То есть, получается, что я-то вожу как гонщик. То есть, скорее всего, я теряю баллы и поэтому я с одной стороны получаю себе плюшечки на страхование от несчастного случая. Скидки на страхование несчастного случая. Да, да, да. Но, скорее всего, на страхование каска я получаю, наоборот, надбавку. То есть, ездить надо нормально, скорее всего, понимаете, он Тараса как веселит это. И было один раз написано, что я оштрафована или что-то у меня вычли один балл за то, что я как-то резко поворачивала и так далее. Ну, короче, и вот видите, собери чемодан и получи 30% на страхование на поездке, собери уют, 45% на страхование квартиры и так далее. Защити соседа, получи 45% на страхование гражданской ответственности перед соседями. Ну, в общем, вот такие вот забавные штучки, они, ну, так вот, знаете, это как игра в казино, то есть ты ездишь, 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 потом раз тебе приходит, что ты там получил то или я смотрю, опа, я ездила хорошо в этот раз, у меня там место мое улучшилось и так далее. Изначально, когда вы скачиваете, вы везде регистрируетесь в свой телефон, указываете электронную почту, но в этом нет ничего страшного, потом приходит письмо, по-моему, какое-то приходило, да, точно приходило. Да, я вообще через соцсеть регистрировалась, вообще было очень удобно. Для вас это реальный способ, вообще ничего не теряя, никуда даже из дома можно не выходить, экономить на каско. Мне кажется, это круто. А вы как считаете? Тик, прошла еще неделька. Эх, привезла я свою ласточку к душе губам. Мой Мерседес остается с этими ужасными людьми на два дня. Я поняла по телефону, что ребята из Detailing Alarm за один час готовы мне сделать кучу прекрасных работ, то есть, обработку кузова, салона и так далее, и тому подобное, стоимостью где-то тысяч на 70, а то и больше, совершенно бесплатно, просто потому, что я крупный блогер и потому, что я их упомяну в своем рассказе. у них уже были и Саша Кондрашов и, прости господи, Сережа Симонов. Решилась и я. Ну, что ж, не решиться, если бесплатно, тем более, что здесь отчасти будет некая коллаборация, они тоже снимут на свой канал и тоже обо мне расскажут и тоже, наверное, немножко подписчиков ко мне прибудет. В общем, нахожусь я в таком маленьком грустном настроении, потому что я, правда, не понимала, что мне придется оставить машину на два дня. Завтра вечером я сюда приеду. Вот видите, она грязная, она такая, какая она есть, пробег у нее там тысяча с чем-то и завтра я вам покажу, что они с ней сделали. Но в силу того, что... О, про Хача забыла. Хач остался доволен, дневник Хача Амиран. Кондрашов вообще пищит. Сергей Симонов тоже остался доволен. То есть, что-то мне подсказывает, что без машины я не останусь. Но у них машины постарше, у меня практически новая. Ну, в общем, я очень к этому отношусь так трепетно. Но завтра покажу вам результат. Прошло еще два дня. Я приехала забирать свой Мерседес. Он теперь блестит, как просто очень сильно блестит. И больше всего мне во всей этой истории понравилась вот эта надпись на воротах, которая появилась за два дня, которую мой автомобиль провел в детейлинге. И так. Ну, конечно, очень чистый. Моя машина, она не показательный вариант, потому что она и так была очень новая, очень чистая, очень белая и очень красивая. Но, тем не менее, с ней провели целый ряд инсинуаций. Мне сказали, что, например, от московской соли у нее уже потихонечку начал зацветать хром. Валера, он же теперь не будет цвести? А вот он, Валера. Приветствую всех подписчиков Лесоролицы. Старались для вас сделать вот эту штуку-дрюку на воротах. Все очень быстро. Кузов покрыт керамикой, для чего она, вы, в принципе, уже знаете. Всякие хромированные детали, мелкие вещи тоже покрыли, чтобы они не портились от реагента. Стекла антидождь, хорошие, профессиональные, чтобы удобно было в Алисе ездить. Диски защитили, чтобы хорошо отмывались и тоже не цвели, потому что это достаточно важный момент в этой машине. Потом по салону обработали весь салон текстилью 5, чтобы во время следующей химчистки, когда она к нам приедет, смотри, что? Ну да. Чтобы он хорошо очистился, кожу там, кто же не приедет, так прекрасно, дешево, бесплатно все. Конечно же. Пожу также обработали специально наносоставом, чтобы она меньше вытиралась, меньше износилась, особенно в зоне повышенного трения хорошо обработали. Ну и чтобы у нее вид такой насыщенный. У меня, по-моему, на пассажирском сидении пару раз ездил Тарас, когда меня снимал, и больше никто и никогда. Но сейчас у нее вид поменялся, и он такой вид этот останется как раз до следующей химчистки. А когда она произойдет? То есть, как часто нужно приезжать? Как часто? Все по-разному, все зависит от того, кто как относится к своей машине. Но обычно раз в год. Раз в год. Да, чем меньше ты его испачкаешь, тем меньше работаете будет. Чем у нас меньше будет работать, чем меньше мы зарабатываем. Поэтому пачкаем на машине. Так, ну что, все рассказал, да? Да, все рассказал, все быстро, здесь все понятно. Новые машины обязательно надо защищать, обязательно надо обрабатывать наносоставы. То слово нано, которое все не видит. Но оно так называется по-другому. Из песни слово не выкинешь. Их надо обрабатывать. Ребята, ну это сейчас реклама пошла у уважаемого Валерия, у которого тоже есть свой канал, да? Да, весь канал есть. Будем рады вас видеть. Будем рады. Вы очень помогаете, стимулируете. Я дам ссылку в описании, а я совершенно бесплатно получила обновленный Мерседес. Всегда приятно. Ну, в общем, за сим, наверное, с детейлингом попрощаюсь и поеду дальше. Поскочу делать разные дела. Ну, пока, временное пока. Вы думали, чем можно удивить девушку? Девушку можно удивить только цветами. Это наша первая клиентка, кому мы подарили цветы. Сделали машину и подарили цветы. Спасибо. И правда, очень-очень приятно. Спасибо. Ребята не знали, я не люблю живые цветы, но, тем не менее, мне правда, очень приятно, как знак внимания. я не люблю, потому что мне больно смотреть, как они умирают. Поэтому те... Ты точно так же селедешь, как моя жена, она тоже не любит живые цветы, потому что... Ну, она просто... Им жалко ей. То есть, кто-то испытывает радость от цветов, а она испытывает грусть, потому что на вид, когда они начинают засыхать и глянуть, потом их кольца выкинуть, и доставляет дискомфорт. Я... Ну, мне нравится. Один в один. Я ровно так же рассуждаю. И так, что, ребята, те тысячи людей, которые пишут меня, спрашивают адрес для того, чтобы прислать букет. Спасибо большое, но я букетами не беру, я шоколадками. Это шутка. Пока. А завершаю я свое видео про Мерседес осознанно, аж через три недели, даже чуть больше, после того, как мы начали снимать первую часть этого выпуска. Я сделала так специально, потому что я хотела понять, ощутить эту машину до конца, определить для себя все ее плюсы и минусы, и потом в итоге рассказать вам. Потому что, ну, не секрет, что первый раз, ну, точнее, получается уже второй, мы снимаем тест про автомобиль, на котором я езжу постоянно. Так вот, что касается плюсов. Расход у меня оказался, при том, что я езжу и по трассе, и в городе, и в данный момент, я стою на Тверской пробке, расход у меня оказался 7,2 литра. Напомню, у меня дизельная машина с мотором 2,1, 170 лошадиных сил. Вот, смотрите, мой бортовой компьютер. Вам сейчас, я думаю, видно, что расход 7,2. Далее плюсы. Это машина очень приятна. Внутри качественнейшие материалы. Но, как я уже говорила, я приобрела дополнительно коричневый салон с белой прострочкой, руль обтянутой кожей, торпеда обтянутой кожей и коричневое дерево. В случае, если вы этого не приобретаете, у вас тоже хороший, достойный салон, но вот этой вот обтянутой торпеды не будет. И, конечно, салон будет смотреться проще. Прекрасная шумоизоляция и очень комфортная подвеска. Она не мягкая и не жесткая. Она именно по-умному плотная. То есть, эта машина очень приятна по езде. Теперь пришло время минусов. Ну, основной, конечно же, загоревшийся чек-энжин. Я не делаю из этого трагедии, потому что я думаю, что это может быть вот такая вот разовая первая неприятность заводская, которую я устранила, и она более не повторится и более на протяжении там 100 тысяч километров. Эта машина не будет выносить мне мозг. Сейчас, кстати, у меня пробег 1225 километров. Мне хочется думать, что мозг она мне больше не будет выносить. В общем и целом, датчик починили быстро и без проблем. Заняло это с учетом дороги в дилерский центр 4 часа раз и 4 часа два. То есть, ровно рабочий день. Ну, надеюсь, что это не повторится ни в какой форме, ни с этим датчиком, ни с каким-то другим. Машину я собираюсь обслуживать хорошо, езжу я мало и очень надеюсь, что более она мне мозг выносить не будет. К чести дилера Mercedes работают прекрасно, очень вежливые, замечательные люди. Ну, еще бы за такие деньги. Далее, по тому, что мне не нравится. Мне не очень нравится работа АКПП. 9G-троник это коробка, которую совсем недавно Mercedes стал устанавливать на все свои машины. В зависимости от модели эта коробка имеет разные настройки. Естественно, в 222-м, который намного тяжелее и бывает намного мощнее, настройки будут другими. Вот мне пока то, как работает коробка, не очень нравится. Она дергается. Я чувствую эти переключения и они, на мой взгляд, жестковаты. Но, думаю, что при следующем ТО они не настолько жестки, чтобы я сейчас ехала в Север, чтобы что-то делать. Я думаю, что на первом же ТО я попрошу, чтобы у меня посмотрели коробку и, возможно, обновили программное обеспечение. Я надеюсь, что при этом все уйдет. Но, по крайней мере, вот эти вот толчки, они меня заставили задуматься о том, что с гарантией я, пожалуй, слетать не буду. Что-то мне страшновато. Забавный момент. Я приехала на заправку и, отстояв очередь к колонке, меня развернули на другую колонку. Поставили в очередь, потому что эта машина соответствует Евро-5. И не каждый пистолет заходит в заливную горловину бачка моего автомобиля. Вот и получается, что, ну, есть какие-то такие немножко смешные ограничения. В остальном, друзья мои, могу вам сказать, что, конечно, я довольна этим автомобилем. Я не счастлива этим автомобилем. Я и просто спокойно довольна. Почему не счастлива? Да потому, что я люблю немного другие машины. И вообще, для меня, я считаю, покупка этого автомобиля была не совсем обдуваемым решением. я люблю сидеть намного выше. То есть, мне бы подошел Toyota Land Cruiser, мне бы подошел Range Rover. Range Rover я не купила, потому что он ломается. Toyota Land Cruiser я не купила, потому что меня его только что угнали. Но, я думаю, что надо было брать все-таки его, и надо было его защищать там всякими хитроумными устройствами, и дальше жить с ним. По крайней мере, он приносит мне гораздо больше удовольствия. Но это мой закидон, не иначе. Потому что в городе, конечно, таскать за собой такую железную дуру, как Land Cruiser, очень неразумно. Поэтому я, наверное, поступила разумно, с меньшим количеством удовольствия, как это часто бывает. Ну, ладно, дорогие мои, в общем, про машину я вам свою рассказала. За сим прощаюсь пока вам, а буду в дальнейшем вас также буду вести бортовой журнал этого автомобиля и буду вас держать в курсе, потому что у меня ломается, что там у меня происходит и в какую стоимость мне становится владение Mercedes KLC. Спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok